Друзья, всем привет! Красота это страшная сила, но иногда люди терпят такие немыслимые неудобства ради нее, что это может стоить им собственной жизни. И речь тут идет не о высоких каблуках или о шпильках, которыми крепят пряди волос. То, что носили люди в 19 веке, нельзя сравнивать с нашими неудобствами. Кринолит. Это конструкция из юбки обруча, которая создает образ пышного бального платья. Данная вещь гардероба использовалась вместе с корсетом, что делало наряд красавицы опасным до войне. Кринолин сильно сковывал движение, увеличивал сильно вес платья и к тому же мог вспыхнуть от единой искры огня мгновенно. Китайские забинтованные ноги. С 10 века китайские женщины бинтовали ступни и специально деформировали их, загибая пальцы внутрь. Маленькие женские ножки считались очень сексуальными и притягивали взор китайских мужчин. Их украшали миниатюрными туфельками, заостренными носами ручной работой, которые были расшиты писанными узорами. Их официально бинтование было запрещено в 2012 году. Но в некоторых районах до сих пор китаянки бинтуют свои ноги, тем самым показывая свой высокий социальный статус. Корсет. Осенная талия всегда ценилась в качестве критерий женской привлекательности. И подчеркнуть ее помогал корсет. Но когда его носили, многие модницы 19 века падали в обморок. Эта вещь действительно опасна для здоровья внутренних органов. И также при длительном ношении корсета внутренности могут смещаться со своих мест. Сдавливаться также может возникать внутреннее кровотечение. Что же говорить о том, что дышать в корсете было очень сложно. Остальные пруты, которые в него вшивали, могли случайно проткнуть тело женщины. Накрахмальные воротнички. В 19 веке этот элемент снарядом модников тоже мог стать причиной неименуемой смерти. При тугом креплении ворот сдавливал сонную артерию, блокируя свободный ток крови с живительным кислородом. Человек задыхался от гипоксии. Любой наклон головы с таким аксессуаром вперед перекрывал воздух. Безумные шляпники. Самые странные по формам шляпы сшили на рубеже 17-19 веков. Изготавливали их по большей части из фетра, но в состав материала входила и ртуть. Это вещество буквально сводило с ума человека, кто носил подобную шляпу. Он страдал от нервного расстройства и был крайне возбудим, становясь настоящим безумным шляпником, о котором писал Льюис Кэролл в своей «Алисе. Стране чудес». Друзья, а какие вы еще странности знаете 19 века? Напишите под этим видео.